МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Недели города. О главных новостях пятницы и уходящей недели вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Есть в Рязани полигон, свалка в Турлатово, которая должна быть закрыта в 2013 году. Мы гостям рады. В Рязани ожидается наплыв туристов. Маленькие пешеходы, сотрудник ГИБДД, рассказал детям, как правильно вести себя на дороге. В 2013 году губернатор Рязанской области Олег Ковалев велел закрыть полигон ТБО, который находится в черте города. Однако он функционирует до сих пор. По всем нормативным актам эта свалка не должна работать. И экологи совместно с правозащитниками уже несколько лет пытаются добиться ее закрытия. Беспокоит полигон и местных жителей, которые вынуждены дышать воздухом, перенасыщенным отравляющими химическими соединениями. Накануне на свалку вновь привезли мусор. Полигон отходов в Турлатове уже давно и достаточно серьезно отравляет жизнь жителям близлежащих населенных пунктов. Причем отравляет в прямом смысле этого слова. И вот в очередной раз он оказался в центре событий. Начнем с того, что в 2015 году судом Московской области было вынесено решение о приостановлении деятельности данного полигона. Однако появилась информация, что отходы сюда продолжают завозить. И в последний раз это было сделано совсем недавно. Именно для того, чтобы проверить данную информацию, наша съемочная группа приехала к полигону утром 13 апреля. Мы стали не единственными, кто пытался попасть на его территорию. Однако, если представители УМВД Роспотребнадзора после долгих препирательств все-таки пропустили, то нашей машине попросту преградили дорогу. Несмотря на то, что мы предъявили журналистское удостоверение, по первому требованию нас не пустили на территорию полигона. Мы напомнили, что как журналисты мы имеем право снимать на территории предприятий, даже если у нас нет специального разрешения. И тем не менее, за ворота мы не попали. По всей видимости, на этом наши съемки могли завершиться, если бы не службы судебных приставов, которые помогли нам попасть на территорию полигона и зафиксировать горы мусора, которые, предположительно, были привезены сюда накануне. Все остальные службы, включая представителей УМВД Роспотребнадзора и Управление службы судебных приставов, оказались здесь именно в связи с деятельностью полигона, который осуществляется незаконно. Сейчас на принудительном исполнении в Управлении службы судебных приставов находится исполнительное производство об обязании фирм «Экосоюз» и «Калибре» запретить ввоз твердых бытовых отходов всех классов опасности. Однако фирмы не располагаются на территории Рязанской области. Также сотрудники отказываются данных фирм получать почтовую корреспонденцию. Ввиду этого представляется сложным вопрос о привлечении руководителей данных юридических лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 17.15 Кодекса об административных правонарушениях, а также о привлечении к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного 315-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время судебным приставом исполнителям принимается процессуальное решение об обращении в судебный орган за заменой способа исполнения судебного решения обязательно прекратить. Таким образом, деятельность по ввозу твердых бытовых отходов будет прекращена. Ну а пока на полигоне должностными лицами проводятся исполнительные действия, направленные на проверку территории полигона. Также составлен акт совершения исполнительных действий, и установлено, что отходы твердые бытовые все-таки складируются. Сложившаяся ситуация не могла не заинтересовать и сотрудников природоохранной прокуратуры, которые также приехали с целью установления факта осуществления деятельности полигона. Пока все органы воздерживаются от каких-либо заключений, ссылаются на необходимость проведения проверок. Здесь представители Роспроднадзора, которые будут сейчас отобраны пробы отходов, завезенных, так я понимаю, сегодня ночью, на класс опасности. Там в дальнейшем будем смотреть. Конечно, на глаз класс опасности, складируемых на территории полигона отходов, определить невозможно. Но то, что сюда их продолжают привозить, по всей видимости, факт доказательств не требующий. Остается только надеяться, что в скором времени опасная эпопея под названием полигон отходов в Турлатове все-таки будет завершена. И тогда жители Рязанской области смогут вдохнуть полной грудью. Чего сейчас, особенно вблизи полигона, они сделать не могут. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ежедневно система «Умный город» разгружает центр Рязани от пробок. Однако коллапсы на дорогах происходят постоянно, особенно в дальних районах города. Чаще всего страдают жители микрорайона Канищева. Каждый день в пробках они простаивают минимум полчаса. Решится ли ситуация, узнаете в следующем сюжете. Перекресток улиц Интернациональной и Бирюзова. Ежедневно, утром и вечером, здесь собирается большая пробка. Люди, которые спешат на работу, уже привыкли выходить минимум на полчаса раньше. Транспортный коллапс отнимает много времени. А в случае аварии в пробке можно простоять хоть целый час. Так случилось и 11 апреля. Четыре столкнувшихся машины перекрыли две полосы. Полчаса больше даже. Если вот здесь авария, значит, будешь стоять долго. Пока разберут машину. Пробки постоянно? Постоянно. Выезжаем пораньше. Потому что может в любом месте пробка образоваться. Проблема не появилась из ниоткуда. Жители микрорайона Канищева живут с ней уже несколько лет. И выхода из ситуации до сих пор не найдена. В 2016 году эта дорога была отремонтирована. Расширено несколько полос. Правда, на улице Бирюзова можно заметить сужение дороги на небольшом участке. Зачем уменьшать количество полос на трассе, по которой ежедневно проезжают тысячи машин, неизвестно. Злосчастный перекресток – это пересечение двух дорог, плюс выезд с прилегающей территории – гаражного кооператива. Светофор здесь, по словам представителей администрации, работает в оптимальном режиме. Мы непрерывно отслеживаем те заторы, которые возникают на перекрестках города. И постоянно корректируем так или иначе работу светофоров. Неизвестно, будет ли как-то видоизменен этот участок дороги, ведь именно в этом он и нуждается. Однако местные жители терпеть не стали и обратились в администрацию города. У нас есть обращение жителей о том, что в определенное время суток, как правило, часы пик, там образуются дорожные заторы. В этой связи мы вносим небольшие изменения в работу светофоров и смотрим, как это сказывается. Уверен, что мы в конечном счете добьемся того, что проезд по перекрестку будет комфортным для жителей города. По утрам вереница машин тянется в одну сторону, а по вечерам в другую. Каждый будний день автолюбителям предстоит простоять в пробке минимум полчаса. Остается надеяться, что в будущем ситуация сильно изменится. Валерий Седов, Олег Парамзин, Юлия Пятницкого. Телекомпания. Город. Рязань ожидает наплыв туристов. Наш регион вошел в десятку городов, которые популярны для недорогих путешествий в майские праздники. Список составил российский сервис бронирования жилья. Продолжит Мария Рудая. В Рязани действительно есть на что посмотреть. Край березового сица и мещерских далей таит в себе еще немало сюрпризов. Посетив наш город, например, можно увидеть самый большой в России деревянный резной иконостас, который находится в Успенском соборе Кремля. Почувствовать очарование ушедшей эпохи в усадьбах великих рязанцев и пройтись тропой Полустовского. В Рязани, не считая крупных музеев и парков, порядка десяти мест, которые могут быть интересны туристам. Среди них первое место занимает, конечно, Кремль. Здесь в тишине вековых деревьев любят прогуливаться не только туристы, но и сами рязанцы. Как раз на территории Рязанского Кремля мы встретили гостей из Екатеринбурга, которые приехали к друзьям. Они уже побывали на родине Есенина, а сейчас просто гуляют по улицам города. Очень нравится город старинный, все завораживает, очень красиво. Поэтому мы пришли погулять, пока наши друзья на работе. Сама история, все старое, старинное, вот этот сам весь Кремль. Очень красиво. Ну, впали в такой исторический городок. Еще один турист Михаил Ферин приехал из Нарьянмара. Здесь живет его мама, которую он решил навестить. Михаил признается, в Рязани ему нравится. Мне нравится в том погоде. У нас там снег лежит, а здесь тепло. Это раз. Второе, мне нравятся тут объемы по сравнению с Нарьянмаром, где населения намного меньше. Здесь, да. Ну и девушки тут симпатичные. Древние архитектурные сооружения в ансамбле с историей земского быта и тысячелетней историей завораживают своей таинственностью. Сейчас в областном центре работают 18 музеев и галерей, 5 театров и концертный зал. Улицы украшают 36 памятников. С каждым годом наш город посещает все больше туристов. Так, в 2017 году в Рязани побывали почти полмиллиона человек. В этом году к наплыву туристов готовы, заявляют в компетентных ведомствах. Для наших туристов приготовлено более 70 средств размещения. Конечно же, каждая гостиница, каждое такое учреждение с особым трепетом готовится именно к этому сезону. В основном это гостиницы, отели и хостелы. Спрос рождает предложение. Именно поэтому стала развиваться современная инфраструктура и транспортная логистика, которая позволяет туристам выбирать, на какой срок приехать погостить. В помощь путнику, осматривающему достопримечательности, будут всевозможные кафе и рестораны, в которых можно отдохнуть и перекусить. Рязань гостям рада. Но пока только на словах. Еще одной достопримечательностью стала дорожная пыль, а мусор, который обнажил растаявший снег, заполонил город. Представители власти нас уверили, что в ближайшее время все будет убрано. В городе создана специальная рабочая группа, куда входят и представители туриндустрии, и наши ведущие экскурсоводы, которые проводят нас по тем местам, которыми пойдут наши туристы. Управление благоустройства, префектуры, управление транспорта, архитектуры. То есть это большая такая группа рабочая, которая сейчас уже прошла, все зафиксировала, где что нужно поправить. И уже с завтрашнего дня все это начинает приводиться в соответствующее состояние. Рязань по праву считается жемчужиной. Сами горожане любят и гордятся своей малой родиной. Мы в свою очередь обещаем и дальше следить за тем, как город будет развиваться и меняться в лучшую сторону. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». ПДД положено знать не только водителям. Пешеходы также вовлечены в процесс дорожного движения. Как правильно вести себя на пешеходном переходе учат с самого детства. Поэтому сотрудник ГИБДД посетил 123-й детский сад города Рязани. Подробности далее. В полицейский пошел, пусть меня научат. После урока с сотрудником госавтоинспекции воспитанники 123-го детского сада захотели поближе познакомиться с этой профессией. Во время общения с Еленой Павнучевой мальчишки и девчонки вспомнили правила дорожного движения. Урок был разделен на две части – теоретическую и практическую. Первая прошла в классе, где ребята с помощью листов и карандашей закрепили полученные знания. Самое интересное началось на улице. Одни стали пешеходами, другие водителями были и такие, кто исполнил роль сотрудников ГИБДД. Здесь все как в реальной жизни. Только вместо автомобилей, велосипеда и самокаты, а пешеходный переход находится на территории детского сада. Дети с удовольствием участвуют в разных формах при общении к изучению и повторению правил дорожного движения. Это могут быть конкурсы рисунков, какие-то тематические сюжетно-ролевые игры или такие вот необычные занятия, как сегодня. Детям это нравится, они воспринимают хорошо материал и таким образом усваивают все элементарные навыки безопасного поведения на дороге. Информация, преподнесенная детям в игровой форме, запомнится надолго. Поэтому воспитатели стараются как можно чаще проводить такие уроки. Совсем недавно ребята сделали рисунки, на которых изобразили, как переходят дорогу с родителями. Из детских художественных произведений сделали выставку. Мы, как воспитатели, должны детям доступным языком объяснять правила безопасного поведения дороги. В нашем детском саду постоянно ведется такая работа. В каждой группе есть уголки безопасности, где дети могут обыгрывать дорожные ситуации. Есть у нас деревянные дорожные сдаки, разметка. Постоянно ведутся беседы. Маленькие ножки шагают по учебному пешеходному переходу. В руках игрушки и коляски с куклами ребята точно знают, что безопасность – самое главное. А значит, уроки уже дают свои плоды. Я научилась, на какой надо переходить цвет, а на какой нет. На какой надо? Расскажи. Например, на сиеный цвет можно и на желтый приготовиться. А красный? А красный стоячий. Меня вы научили, как надо ходить по дороге и ездить на автомобиле. Мне понравилось переходить дорогу. А ты знаешь, как надо переходить? Да. Расскажи нам, как. Надо дождаться, когда на светофоре загорится зеленый. Для сотрудников госавтоинспекции встреча с детьми – вещь обыденная. А вот сами ребята запомнят ее надолго. Цветы на куртках у девочек и звезды на одежде мальчиков, которые они получили в подарок, защитят их в темное время суток. Эти украшения являются светоотражающими элементами. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». К новостям недели. Проблема свалок остро стоит практически в каждом регионе нашей страны. В Рязани уже есть несколько несанкционированных мест скопления мусора, с которыми борются как правительство, так и активисты. В настоящий момент количество свалок в нашем регионе может увеличиться. По словам очевидцев, мусор из Москвы теперь возят в Касимов. С начала 2018 года жители подмосковного Волоколамска требуют закрыть местную свалку. Московский мусор нашел пристанище в Касимове. Новость о том, что московские отходы привезли к нам, взбудоражила весь город. Десятки очевидцев наблюдали за целой вереницей огромных фур с прицепами. Видели, что они поворачивали именно на свалку. Ну, так вот разговаривали между собой каждый. Кто-то тут видел, кто-то там видел. В Москве свалки закрывают, а нам все, дрянь свою везут. А хотя, если разобраться, у нас своей дряни по всем дорогам валяется немерено. Они едут закрытые, покрытые. Так что, а я у него даже думаю, а сколько же они рейсов за день делали? Они 4, 5, а может даже и больше. Вот таких машин проходили. Туда-сюда, туда-сюда. В окошко сидишь, глядишь у меня. Я вот вижу, машина ездит большая. Думаю, ну зачем она ездит? Туда некуда ехать-то. В основном они с этим, с прицепами. Думаю, что там везут. Вот я даже считала, сколько раз они ездят. Еще 30 марта губернатор региона Николай Любимов заявил на пресс-конференции о том, что в Рязанскую область не будут свозить мусор из столицы. Но только в Касимове и не слыхивали ни о каких заявлениях. 600 кубометров московских отходов отгрузили на Касимовской свалке. Это московская компания. Приехали к нам, потому что их не пустили на полигон. Мы пошли на встречу, чтобы мусор не был выкинут в лес или куда-то еще. Мы лучше приняли его на полигон. Это разовая сделка. Договор был заключен на один день. Мы приняли мусор. Тем самым пошли на встречу людям. Все сделано на законных основаниях. По законам Российской Федерации у нас полигон находится в аренде. И у нас в договоре аренды не прописано, от кого мы берем мусор. Весь мусор один и тот же. На мусоре не написано. Там московский, он рязанский. Или мусорить все одинаково. Охранчений никаких в принципе не было. По поручению главы региона, вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, в субботу приезжал в Касимский район, чтобы проверить информацию о мусоровозах с московскими номерами. Все собранные материалы направили в природоохранную прокуратуру. И в Касимов незамедлительно выехал рязанский межрайонный природоохранный прокурор. Во-первых, должны быть соблюдаться санитарно-защитные зоны эксплуатации данного объекта. То есть это зоны, установленные для каждого объекта, за пределами которых негативное влияние, экологическое влияние ощущаться не должно. Касимовский полигон ежедневно принимает до 300 кубометров твердых бытовых отходов. В штате числится 14 человек. Они занимаются приемом и сортировкой. Проверка показала, полигон работает с нарушениями природоохранного законодательства и санитарно-защитных норм. Кроме того, мусор должен складироваться траншейным способом. Особое внимание уделить вопросам, где идет наличие промышленных отходов, нет твердых бытовых строительных отходов, и те отходы, которые могут негативно повлиять на различные кабинеты природной среды. Вода, почва, воздух. То есть не относящиеся к двердым коммунальным отходам. Понятно, да? Прокурорская проверка продолжается. Взятые пробы почвы, воды и воздуха отправлены на биотестирование. О результатах мы расскажем в ближайших выпусках. Половодие в Рязани продолжается. Затоплено 12 низководных мостов. 10 населенных пунктов отрезаны от большой земли. В настоящий момент организовано 5 лодочных переправ. Вода добралась и до села Заокское Коростово. В 2013 году уровень воды практически достиг отметки в 7 метров. Этот показатель остается рекордным до сих пор. В 2018 году вода поднялась на 3,5 метра. Однако она продолжает пребывать. Сотрудники МЧС прогнозируют, что ее уровень увеличится минимум на 80 сантиметров. Однако волноваться не стоит. По словам главы администрации Рязанского муниципального района, приняты все меры для обеспечения безопасности местных жителей. Резерв запас продовольственных товаров, медицинских товаров, газовых баллонов, потому что многие газовые плиты. Также в селе будет дежурить участковый для обеспечения правопорядка и оператор газовой службы и электросети, которые будут устранять все возникающие неполадки. Дети также будут заняты. В период половодия их опасно отпускать одних. Для школьников разработана особая программа. И это только часть мер. Заключены договоры на перевозку людей водным транспортом. Поэтому здесь у нас вопросов не будет. Решены вопросы с транспортом, который перевозит людей, тентованный, специализированный. Заключены соглашения с ГИМСом, если нам необходима будет помощь, они нам ее окажут. И с МЧС мы решили все вопросы, которые необходимы. По плавсредству нам будет оказана эта помощь. Проверить, как с половодием справляется село, приехал глава управления МЧС России Паризанской области Сергей Филиппов. В целом все мероприятия, которые были ранее приняты на комиссии, по ощущениям ситуаций пожарной безопасности, главой администрации района выполнены. И обеспечено все необходимое этих двух сел, даже если перельет эту резервную дорогу. Поэтому угрозы сильного подтопления мы не ожидаем. В настоящий момент сотрудники МЧС проводят мониторинг реки Аки. По их словам, по России наблюдается снижение уровня воды. Однако в Рязани ситуация складывается с точностью до наоборот. По прогнозам, пики половодия выпадут на выходные 14 и 15 апреля. В понедельник ожидается спад. Ситуацию без внимания оставлять нельзя. На контроль взяты все бесхозные мосты в области. А также принимают меры по самым поводкоопасным населенным пунктам. Ежегодно правительствам Рязанской области принимаются меры для того, чтобы было меньше подтопленных мостов, меньше переливов дорог. Именно в том году построили мост в Шиловском районе, в этом году уже не переливает. В этом году выделены средства для проектно-смертной документации в Старожиловском районе. Правда, по словам главы администрации Рязанского муниципального района, постройка моста ситуации не сильно поможет. Стоит в воде подняться выше 4 метров, как зальет и его. Поэтому нужно разрабатывать новые меры. А пока жители села Заокское-Коростово ежегодно готовятся к поводкам. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Эта служба и опасна и трудна. Спасатели из 17 регионов Центрального федерального округа собрались в Рязани для участия в 9-х региональных соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Наша съемочная группа стала свидетелями того, как спасают человеческие жизни. Сотрудники МЧС из 17 регионов приехали в Рязань побороться за звание лучших. Для каждой команды придумана легенда. По сценарию произошла авария, в результате которой пострадал водитель, он сломал ногу и пассажир у него перелом руки. Роль пострадавших исполнили реальные люди. Это очень интересно для нас. Мы очень были рады с такой возможности. Ребята молодцы, классно все делают. Правда, с нами разговаривают. Это же важно именно с пострадавшими разговаривать. Они успокаивают нас. Прежде чем ринуться в бой с опасностью, сотрудники МЧС проверяют готовность техники. После осмотра машину обесточили и проверили на наличие газового оборудования. Далее спасатели удалили стекла и проникли внутрь к пострадавшим, которых накрыли защитным покрывалом. Только после установки защиты крышу и спинки кресел срезали специальными комбинированными ножницами. К основанию кресла спасатели приставили спинальные носилки и перенесли пострадавших к машине скорой помощи. Максимальное время для такой операции 40 минут. Рязанские пожарные справились с задачей за 12 минут. Результаты мы очень довольны. Время у нас было 12.58. Но соперники сегодня все сильные. То есть все равно напряжение до последнего будет оставаться. В работе спасателей мелочей не бывает. Пожары, наводнения, ДТП – это лишь небольшая часть их трудовых будней. На кону стоят жизни людей и своих товарищей. Здесь, как нигде, важна поддержка и плечо друга. Главная цель соревнований – это обмен опытом между сотрудниками из разных регионов. Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Кострома – это далеко не вся география участников. Илья Писарев приехал из Тулы. Молодой человек признается, ему не раз приходилось участвовать в ликвидации тяжелых последствий невнимательности водителей. Конечно, ДТП очень много было и с автобусом. Людей очень много вытащили, так скажем. Счастника первого забега. Помогли. Пожары постоянные. Мы с ними справляемся. Ничего страшного. Первая дорожка. Тверская область. Главный судья соревнований, полковник Андрей Петухов, работает в МЧС более 20 лет. Скромно говорит, призвание такое – спасать людей. Готовность команд к ликвидации ДТП оценивает на 5 баллов. Он признается, с каждым годом уровень команд растет, и они показывают лучшие результаты. Во время соревнований судьи смотрят за каждым шагом участников. Здесь важно все. Правильность выполнения данного этапа, прохождения всех соревнований, грамотное оказание первой медицинской помощи, и также сплоченность, взаимодействие в команде, все присущие качества, которые здесь они показывают, выигранные секунды, правильность прохождения всего этапа, еще раз повторюсь. Все эти моменты – это настоящая жизнь, это спасенные чьи-то жизни. Победителем соревнований стала команда Московской областной противопожарной спасательной службы. Именно они отправятся защищать честь родного города на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в июне в Ногинске. Второе место заняли представители Московской области, а третье – Ногинский спасательный центр. Рязанцы на этот раз стали четвертыми, показав очень неплохие результаты. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok